Многие начинающие вейперы часто сталкиваются с ситуацией, когда их девайс не работает должным образом. Чаще всего такие ситуации случаются не из-за неисправности девайса, а из-за неправильного с ним обращения. Всем привет, меня зовут Глеб и с вами как всегда сигарет нет. В этом ролике мы рассмотрим причины, по которым ваш девайс работает неправильно. Слишком частая и сильная затяжка Часть новичков в вейпинге является бывшими курильщиками. Такие люди могут иметь привычку делать частые и долгие затяжки. И если в случае с курением это не имеет никакого значения, то вот для вейпа такая техника непозволительна. Частые, резкие и долгие затяжки на электронной сигарете могут привести к тому, что хлопок не успеет пропитаться жидкостью и вы словите так называемый гарик. А если вы будете часто это повторять, то ваши испарители очень быстро придут в негодность. Лучше делать небольшие затяжки с промежутком в 2-3 секунды. Этого времени вполне хватит для того, чтобы жидкость в должной степени пропитала хлопок и вы получили максимальное удовольствие от парения. Также это продлит срок службы вашего испарительного элемента. Неправильный выбор жидкости. Про это мы уже снимали видео, оно будет в подсказке и в описании под видео. А в данном ролике я просто про это повторю. На сегодняшний день в мире существует просто огромное количество различных жидкостей. Они отличаются как вкусом, так и соотношением пропиленглюколя и глицерина. От процентного содержания этих двух компонентов зависит вязкость жидкости. Почему же вязкость жидкости так важна? Тот или иной вейп не может одинаково хорошо работать на разной жидкости. К примеру, подсистемы. Там находится маленький испарительный элемент с маленькими проточками, сквозь которые жидкость попадает на хлопок. Поэтому для такого рода устройств лучше всего использовать жидкость с содержанием глицерина не более 60%. А если взять к примеру большие девайсы с огромными проточками, сквозь которые с легкостью протечет любая жидкость, то в такие девайсы вы можете смело заправлять 70, 80, а то и 90% глицерина. Так что для подсистем мы используем 60 на 40, либо 50 на 50 в сторону глицерина, а для более мощных девайсов смело используем 70 на 30, 80 на 20 и даже в некоторых случаях можно 90 на 10. Но таких девайсов на самом деле очень мало. Никогда не кладите вейп горизонтально. Если в резервуаре осталось меньше половины жидкости и вы кладете его горизонтально, то половина испарителя будет не смочена. Соответственно, когда вы поднимете ваш девайс и начнете его парить, то с большой вероятностью вы можете словить гарик, а в будущем таким образом вы и испортите испаритель. Так что дабы избежать всех таких проблем, лучше всего ставить девайс вертикально, даже когда кладете в карман или в сумочку. Благодаря этому ваш испаритель проживет дольше, и вы получите максимальное удовольствие от парения. Не оставляйте ваши девайсы и все, что с ними связано, где попало. Храните все ваши вейп принадлежности в таких местах, чтобы их не смогли достать ни дети, ни животные. А также помните, что внутри каждого девайса находится аккумуляторный элемент, который лучше всего хранить подальше от холода или от очень большой температуры. Высокая и низкая температура не только негативно сказываются на работе вашего аккумулятора, но и могут привести к поломке вашего девайса. Периодически промывайте ваши баки и картриджи. Если же вы захотели изменить жидкость на другой вкус, то лучше всего достаньте испаритель и хорошенько промойте ваш картридж или бак под холодной водой. Таким образом вы избавитесь от старого вкуса и насладитесь новым. Но ни в коем случае не промывайте сам испаритель. Если в вашем картридже испаритель встроенный, то, увы, для того, чтобы отлично почувствовать новый вкус, вам нужно будет приобрести новый картридж. Поскольку если вы помоете картридж с испарителем или просто помоете испаритель, то вы напросто его испортите. Не забывайте менять испаритель на мотку и хлопок. Срок службы испарителя, нагревательного элемента и хлопка зависит от частоты парения и от жидкости, которую вы используете. Если вы замечаете, что у вашего девайса изменился вкус жидкости, и появился какой-то непонятный привкус или вообще вкус гари, это означает одно, что ваш испарительный элемент сгорел. Использование такого испарителя может, во-первых, вызвать негативное отношение к вейпингу, потому что вы будете парить какой-то непонятный вкус, а то и вообще вкус гари. Также неисправные испарители могут протекать, что впоследствии может вызвать короткое замыкание в вашем девайсе, ну и потом его придется просто-напросто выбросить. Чтобы всего этого избежать, как только вы почувствовали вкус гари, покупаем новый испаритель или там картридж, или меняем намотку. Соблюдая все эти советы, ваш девайс будет радовать вас отличным вкусом и прекрасной работой. Спасибо за просмотр, с вами был Глеб и сигарет нет, и до встречи на нашем канале.